Подавляющее большинство исследователей, взявшихся за расшифровку фестского диска, полагают, что имеют дело со слоговым письмом. То есть один знак – это один слог. И это безграничное поле для бесконечных фантазий. Если уж мы признаем лингвистический характер изображений фестского диска, то должны понимать, что значение каждого знака определяется благодаря таким языковым явлениям, как аммонимы и амофоны. Например, английское выражение «It is a flare» можно понимать двояко. «Это квартира. Оно плоское». Используя эти особенности языка, автор фестского диска вместе с тем обращался к билингве и трилингве. Основанная на билингве форма передачи скрытой информации проиллюстрирована знаменитым асерологом Игнасом Гелбом на современном примере. Он вспоминает один рассказ, где некий человек отправляет другому посылку с кофе, чтобы предупредить его об опасности, грозящей ему со стороны полиции. Смысл происходящего можно понять, если исходить из фонетического принципа. Кофе по-венгерски будет «кейв». И это слово по звучанию напоминает латинское «кейв», что означает «берегись». Таким же образом, автор фестского диска защитил текст от непосвященных. Чтобы все это не показалось голословностью, покажем тот же прием на примере фестского диска. Перед нами знак, в котором кто-то увидел музыкальный инструмент авлас, кто-то рогатку, кто-то деревянную вилку, и есть еще целая череда гораздо менее вероятных предположений. А если я вам скажу, что это рак, греческая каркинос, возможно, вы скажете, что же за фантазию надо иметь, чтобы увидеть в этом предмете рака. И вы правы, но тогда возникает вопрос, почему это созвездие было названо раком. Дело в том, что древнегреческая каркинос, рак, созвучна армянскому каркин, циркуль, и теперь нетрудно догадаться, что перед нами основа примитивного циркуля. Чтобы рассеять все сомнения, вернемся к фрагменту и рассмотрим еще один знак. Этот знак на диске встречается лишь раз. К тому же он поврежден. До сих пор исследователи видели в этом предмете пилу, терку и даже гусеницу. Но мы теперь смело можем утверждать, что это клешня рака. И это альфа рака, акубенс, что означает клешня. В последующем можно будет убедиться, что во фрагменте идет речь именно о действии циркулям. Сейчас же сказанного вполне достаточно, чтобы забыть о слоговом письме. Поддержите проект. Это сейчас было бы более чем кстати. Это повлияет и на качество, и на количество контента. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...